Опухолевые заболевания кровотворной и линфоидных тканей занимает 6-8 место среди новообразования. На их долю приходится до 8% всех случаев смерти озлокачественных опухолей, а среди пациентов в возрасте до 30 лет – 50%. Проблемой химиотерапии таких опухолей является развитие множественной лекарственной устойчивости. Далее МЛУ. МЛУ – это система защиты клеток одновременно от многих лекарств, различающихся по химической структуре и механизму действия на клетку. Среди существующих механизмов МЛУ опухоли человека наиболее широко аккортизованным является повышенная активность белка семейства АБЦ-транспортеров П-великопротеина, кодируемого геном МДР1. Кроме того, в развитии МЛУ принимают участие и другие белки семейства АБЦ-транспортеров, например, BCRP и MRP1, а также белок МВП, который не является АБЦ-транспортером, однако известны о его участии в детерминации МЛУ. В связи с проблемой лекарственной устойчивости схемы лечения опухолей гемопоэтического ряда постоянно совершенствуются за счет включения новых таргетных препаратов. Одним из таких препаратов является бортозамид, специфический ингибитор протеосомного комплекса, ответственного за деградацию белка в клетке. На сегодняшний день в лечении больных множественной меломой бортозамид используется в первой линии хинотерапии. Также проводятся клинические испытания этого препарата при лечении других опухолей гемопоэтического ряда. Бортозамид представляет собой биологически активный агент, вызывающий предсказуемые, дозозависимые и обратимые ингибиторы ингибирования протеосомы за счет ковалентного связывания с активным сайтом каталитической субъедницы БТ-5 20С-коровой части протеосомы. Однако с течением времени и к этому препарату возникает лекарственная устойчивость, и механизмы формирования этой устойчивости не совсем ясны. По данной мировой литературе нет однозначного ответа, является ли бортозамид субстратом или ингибитором пегликпротеина, и может ли гиперэкспрессия PGP оказывать влияние на способ формирования устойчивости к этому протеосому ингибитору. Белок пегликпротеин, используя энергию АТФ, транспортирует группы, различающиеся по структуре веществ из цитозоля и или из пазматической мембраны во внеклеточное пространство. Этот белок участвует в транспорте многих клинически значимых субстратов, таких как противовыгрывые препараты, антибиотики, антидепрессанты и анальгетики. Уровни же базальной экспрессии АВЦ-транспортеров опухоли значительно различаются в зависимости от типа клеток. Например, есть первичные визитентные опухоли, которые характеризуются исходно высокой конститутивной экспрессией П-бинпротеина, или же увеличение экспрессии этого белка наблюдается после химиотерапии. Поэтому целью нашего исследования являлось определение значения гиперэкспрессии П-бинпротеина для формирования устойчивости бутазонеку. В работе использовали три клеточных линии без экспрессии П-бинпротеина. Это клетки линии множественной меломы RPMI-8226 и NCI-H929, а также клетки хронического мелоликоза человека, линии К-562, и одна линия с гиперэкспрессией П-бинпротеина, трансфектант К-562, сублиния К-562-АС9, сведенным геном МДР. В ходе длительной селекции клеточных культур около 6 месяцев с повышающимися концентрациями бортозомиба из клеточных линий RPMI-8226 и К-562-АС9 были получены достоверно устойчивые к нему сублинии, названные RPMI-8226-ПТЗ6 и К-562-АС9-ЛК. В клетках линии NCI-H929 и К-562 наблюдалась лишь тенденция к устойчивости, поэтому в данной работе мы их не анализировали. Далее полученные модели RPMI-8226-ПТЗ6 и К-562-АС9-ЛК были охарактеризованы по уровню устойчивости к бортозомибу и доксербицину, изменению экспрессии генов круга МЛУ, экспрессии белков АБЦ-транспортеров, взаимодействию ПГ-протеина с бортозомибом, а также был проведен поиск сигнальных систем, вовлеченных в формирование устойчивости к нему. На данном слайде представлены данные чувствительности к бортозомибу и доксербицину клеточных линий RPMI-8226 и К-562-АС9 и их резисентных сублиний. Мы обнаружили, что клетки сублиний К-562-АС9-ЛК с исходной гиперэкспрессией ПГ-протеина приобрели устойчивость к бортозомибу более чем в 10 раз, тогда как в клетках RPMI-8226-БТЗ6 устойчивость увеличилась только в 2,4 раза. Интересно отметить, что для получения устойчивых клонов для всех клеточных линий используется приблизительно одинаковый интервал концентрации бортозомиба с последующим увеличением, однако только в клетках линии К-562-АС9-ЛК клетки этой линии приобрели существенную устойчивость к бортозомибу. Также в клетках RPMI-8226-БТЗ6 мы наблюдали перекрестную устойчивость к доксурбицину, однако сублиния К-562-АС9-ЛК устойчивость к доксурбицину не приобрела. На следующем этапе нашей работы мы оценили изменения экспрессии МРНК генов круга МЛУ МДР1, МРП1, ВСРП и МВП. На рисунках представлено соотношение экспрессии МРНК этих генов в родительских и устойчивых линиях клеток. Мы показали, что в сублинии RPMI-8226-БТЗ6 экспрессия МРНК генов МДР1 и МРП1 достоверно снижалась в 2 раза, тогда как в сублинии К-562-АС9-ЛК с гиперэкспрессией Б-глюк-ротеина наблюдалось достоверное повышение экспрессии гена МДР1. Также мы выявили увеличение экспрессии гена ВСРП в обеих сублиниях и в РПМ-8226-БТЗ6 и в К-562-АС9-ЛК. Таким образом, в исследованных нами устойчивых бортозамилосублениях мы наблюдали изменения экспрессии генов как МДР1, так и ВСРП. В связи с этими данными следующей нашей задачей стала оценка продуктов этих генов белка П-глюк-ротеина и ВСРП. Мы показали полное отсутствие экспрессии белка П-глюк-ротеина на поверхности клеток и немножечной меломы РПМ-8226, как в родительских, так и в устойчивых сублиниях, и при длительном, и при краткосрочном воздействии этого протозонного ингибитора. В клетках К-562-АС9 и К-562-АС9-ЛК белок П-глюк-ротеина экспрессируется на одинаково в высоком уровне, более чем 80% популяции. Однако стоит отметить, что несмотря на то, что для клеток К-562-АС9 экспрессия П-глюк-ротеина составляла 90%, а для ее сублинии К-562-АС9-ЛК 80%, то есть чуть ниже, это не оказывало влияния на чувствительность бортозонима. Также мы определили экспрессию БЦРП на поверхности клеток. Она оказалась низкой и не изменялась относительно родительских линий. Так, 1,5% для РПМИ-82-АС9-ЛК и 3% для К-62-АС9-ЛК. Таким образом, в устойчивых бортозониме в сублиниях экспрессия П-глюк-ротеина и БЦРП на поверхности клеток не меняется в сравнении с родительскими, что косвенно свидетельствует о том, что эти транспортные транспортеры не задействованы в формировании безистемности бортозонима. Как я уже говорила ранее, имеющиеся в литературе данные относительно взаимодействия П-глюк-ротеина с бортозонимом противоречивы. Поэтому мы применили метод антитейного сдвига UIC-SHIFT-SA. Этот метод основан на использовании специальных антител UIC-2, которые узнают П-глюк-ротеин, когда он активирован в результате связанной с субстратом и изменил свою конформацию. Благодаря специфичности и высокой чувствительности этот метод позволяет одновременно оценить количество П-глюк-ротеина и его функциональную активность, а также показывает, является ли препарат субстратом этого транспортера. Мы проанализировали степень связывания антител UIC-2, меченых фикоритрином, с П-глюк-ротеином в клетках К-562-АС9 в присутствии классического субстрата венбластина и бортозонима в эквемолярных концентрациях. Нами было обнаружено, что в присутствии венбластина количество клеток с PGP увеличивается по сравнению с контролем более чем 2,3 раза и составляет 95,9%. По инкубации же этих клеток с бортозонимом количество PGP также увеличилось почти в 1,7 раза по сравнению с контролем и составило 71,8% от исследованной популяции. Однако, эффективность активации PGP в присутствии венбластина значительно выше и составляет 248%, а в присутствии бортозонима всего 33%, что свидетельствует о том, что в этих клетках бортозонима является слабым субсторатом Беглик-протеина. Функциональную активность PGP оценивали общепринятым методом по интенсивности выброса пружинцевого красителя родамина. Здесь представлены результаты опытов по оценке активности выброса родамина из клеток линий К5-162 и ее сублиний К5-162 К5-162 В качестве модуляторов использовали вербамил ингибитор пеглибротеина и бортозонима. Как видно, вербамил блокировал выброс родамина из клеток, что приводило к значительному увеличению количества свечащихся клеток в обеих популяциях и возрастанию значений средней светимости. Так, 147% для К5-162 АС-9 и 230% для сублиний К5-162 АС-9 Взаимодействие же бортозонима не привело к блокированию выброса родамина в клетках обеих сублиний, что свидетельствует о том, что в отличие от вербамила бортозонима не является ингибитором пегликбротеина. Мы полагаем, что на начальных этапах отбора устойчивых клеток к бортозониму экспрессия пегликбротеина может носить свой вклад, однако это не влияет на чувствительность к нему уже дезистентных клонов. Исходя из того, что только клетки с исходной гиперэкспрессии пегликбротеина приобрели устойчивость к бортозониму в более чем в 10 раз, мы предположили, что изменение в сигнальной системе таких клонов может быть связано с инвестентностью к этому препарату. Для этого мы использовали набор компаний Квиоген, с помощью которого оценивали экспрессию 85 генов, относящихся к 10 различным сигнальным путям. В итоговый анализ вошли гены, чья экспрессия изменилась более чем в 10 раз, тандартное отклонение по ДЛЦТ в двух опытах не превышало 1,5, а также был единственный и выраженный пик при анализе мелокривых. В клетках сублинии РПМИ-82-26-БТЗ-6 были найдены значительные изменения в экспрессии генов более 42%, тогда как в устойчивых клетках линии К562-С9-Вилкейт усиливалась экспрессия только 5 генов, то есть 10% из-за различных сигнальных путей. Экспрессия этих генов сублинии К562-С9-Вилкейт была повышена в 10-20 раз по сравнению с радистскими клетками. В паре РПМИ-82-26-БТЗ-6 были найдены более сильные изменения в экспрессии генов. Из 50 попавших в анализ в РПМИ-82-26-БТЗ-6 увеличилась экспрессия 24 генов, при этом экспрессия большинства из них выросла более чем в 30 раз. Так мы выявили активацию двух генов, связанных с НФК-ВИ-сигнальной системой, и трех-четырех генов в сигнальных путях, относящихся к гипоксии, оксидативному стрессу, ПАР и П53. Наибольшие же изменения произошли в ДДЖ-БТЗ-сигнальном пути. В клетках РПМИ-82-26-БТЗ-6 свою экспрессию увеличили 6 из 8 генов. Также были выделены три гена, которые изменились в обеих устойчивых сублиниях. Это ВАЗ, HMOX-1 и C5-2. Таким образом, клеточным линиям безактивированных путей устойчивости необходимы более масштабные перестройки в сигнальной системе для приобретения резистентности к бортозамиду. Выводы нашей работы. Клетки с гиперэкспрессией ПЭГЛИК-БРТИИНА приобретают большую устойчивость к бортозамиду, нежели клетки с исходной низкой или отсутствующей экспрессией этого белка. Бортозамид является слабым субстратом, но не ингибитором белка ПЭГЛИК-БРТИИНА. При формировании устойчивости бортозамиду в случае отсутствия экспрессии ПЭГЛИК-БРТИИНА и его гиперэкспрессии задействованы разные сигнальные пути. Клеточные линии безактивированных путей устойчивости необходимы более масштабные перестройки сигнальной системе для приобретения действительности бортозамиды. С Вашего позволения я хотела бы выразить благодарность Наталье Моисеевой, которая в равной степени со мной проводила исследования в данной работе, а также Екатерине Юрьевне Рыбалкине и Тимуру Фетисову за вклад в подготовку в представленной работе. Благодарю за внимание. Продолжение следует...